Добрый день, дамы и господа! Сегодня 22 марта 2019 года и у микрофона Леон Вайнстайн. Вот оно и закончилось. Мюллер передал отчет к генеральному прокурору США. Пройдет время, пока мы, публика, увидим его. То есть мы увидим не секретную его часть, но нам уже сообщили, что в отчете нет никаких новых обвинений. Итого, два года Мюллера, почти год Коми и прочих, и ничего. Ничего о связи Трампа с Россией, ничего о превышении власти, ничего по финансовым делам с русскими бандитами, мафией, с украинскими олигархами, ничего. Обвинили за это время генерала Келли в том, что он соврал. Обвинен Пол Манафорд, что утащил 12,8 миллиона долларов с Украины, значит, и в офшор. То есть, так сказать, не платил налогов с этого дела. Обвинен Майкл Коин, что врал Конгрессу. Обвинили 13 русских, значит, что покупали на 300 тысяч долларов объявлений в Фейсбуке. Ну, сравните это с двумя миллиардами, которые потратила Хэдри Клинтон на то же самое, да. Причем выяснилось, что приблизительно 50% этих денег потрачено против Трампа, а 50% за. Обвинен словами Путин в организации влияния, попытки повлиять на американские выборы, на американские избиратели. Но, по ходу следствия выяснилось, что ни один голос не был изменен, подменен или, не знаю, там, истреблен, потерян из-за действий, скажем, так сказать, Ольгина или Берлина или кремлевских хакеров. Демпартия должна вот сейчас облегченно вздохнуть и сказать, Аллилуйя, прекрасно, никто не предал Родину, слава Богу, никто не сумел вмешаться в выборы, ура, а республиканцы не хакнули, значит, штаб демпартии потрясающе. То есть, все нормально, да, хорошо. Вот, почему же все ведущие на MSNBC, CNN, ABC, NBC, почему они в полной растерянности, почему их гости в состоянии траура? Почему? Неужели? Неужели? Они хотели бы, чтобы выяснилось, что России удалось изменить результаты выборов, чтобы оказалось, что их братья и сестры, республиканцы, предатели Родины, что окружение президента, сам президент, его семья, все они враги, все они, не знаю, там, подлецы, изменники Родины. Сложно, сложно в это поверить, но ведущие демократы, их, ну, я бы сказал, цепная пресса в отчаянии, значит, что республиканцы оказались нормальными патриотами своей страны. Ведущие демократы в шоке, просто в шоке, в панике, почти в слезах. Три года они говорили, утверждали, клялись, что видели своими глазами неопровержимые сведения, измены, и что вот еще неделя-две Мюллер, Доми, Коми, что вообще президент выгнал Коми исключительно потому, что Коми добрался, наконец, до его измены. А нет, нету свидетельств, о которых они говорили, что они видели своими глазами. То есть, вот вы думаете, они врали, просто вот так врали, значит, я видел, а на самом деле ничего не видел. Вот я лично думал, что они заигрались, они фантазировали. Потом эти фантазии, когда много народу их повторяет, им кажется, что раз тот сказал, значит, все точно так и было, я хотел, и они радостно повторяли, повторяли, повторяли одно и то же. То самое, в чем себя уговорили. То есть, они принимали, вот как говорят, желаемое за действительное. Такой массовый самогипноз, я бы сказал. А Трамп, он всегда и довольно спокойно, когда спрашивали, говорил, это охота за ведьмами, это подстроено все, это обман, это скоро раскроется, и тогда демократам будет стыдно смотреть на себя в зеркало. Вот здесь я хочу его поправить. Тут ошибочка. Вот не будет им стыдно. Они завтра уже начнут говорить, что Мюллер республиканец, а что его Трампа ненавидящие сотрудники на самом деле, они подкуплены там либо Трампом, либо Путином, либо Киберсеном, я не знаю, там Киберчином, как их там теперь зовут. С них станется. Вот, ну, а, значит, пока что тихонечко, значит, мы уже вчера по этому поводу говорим, значит, сворачиваем с взаимодействия Трампа и России, чтобы выиграть выборы, на взаимодействие Клинтон, Хиллари и Украины, чтобы Трамп проиграл, то есть, чтобы Хиллари выиграла. После того, как российский флот остановил украинские корабли, значит, по дороге в Керчь и арестовал 28 моряков, уже и до того напряженные довольно отношения между Российской Федерацией и США, ну, я бы сказал, серьезно усилились, напряжение. Трамп тут же отказался встречаться с Путиным на саммите, значит, G20 в Аргентине. Москва подтянула в зону российско-украинской границы войска, заставив Америку сделать то же самое. Руководитель американских вооруженных сил в регионе, генерал Кертис Скапаротти, ох, у меня плохо с иностранными фамилиями, прошу прощения, Скапаротти, я думаю, все-таки, значит, заявил, что США должно начать активные, значит, разведоперации в регионе, а россияне все более и более вооружаются, спрашивается, для чего? Нам надо подумать о постоянном контингенте в регионе, сказал он, Украина, Крым и всего этого региона. Значит, Конгресс утвердил новый пакет акций, санкций, значит, в которой из-за полной пассивности и покорности народа, соглашающегося жить в жутких условиях в России, но не готового бунтовать против-против любой власти, значит, этот пакет еще ухудшит жизнь народа, но на жизнь приближенных цельдворцев, ну и самого сиятельного, значит, ВВ, а значит, и на его положение в Кремле никакого влияния, похоже, не окажет. Путин на пятилетие захвата Крыма поехал, значит, в Крым и произнес речь о том, как сильна Россия, как, значит, перед ней трепещут все враги абсолютно по всему миру, как они объединились, значит, враги, чтобы не дать россиянам встать с колен, но у них врагов, значит, ничего не получится, Россия все-таки встанет с колен, а виртуальных колен, я думаю. Представитель США в Киеве, значит, Керт Уокер сказал, что на сегодня нет военного решения конфликта по поводу Крыма. США не хочет, чтобы Украина начала любые военные операции, провокации, все что угодно для освобождения Крыма, но готова предоставить Киеву дополнительные вооружения, которые в Пентагоне расценивают как оборонительные. Как вы помните, Обама делать это отказался, скорее всего, из-за дружеских чувств к Диме и Вове. Когда Украина сможет быть принята в НАТО, по мысли Волкера, это когда она сможет выдавить коррупцию чиновников, установить полный контроль гражданскими выборными лицами за силовыми ведомствами, включая армию. То есть, если принять слова Волкера за реальные требования НАТО к Украине, то ответ, значит, будет такой – никогда Украина не станет членом НАТО. А чего вдруг хозяева страны, объясню сейчас, потому что сейчас на меня польется небольшое количество или большое количество ушатов холодных помоев, значит, а чего вдруг хозяева страны, которыми являются сегодня олигархи, там, силовики, высшее чиновничество, будут самих себя упразднять? Значит, ну, может, значит, Волкер говорил, ну, как бы, просто так, для того, чтобы поговорить. Такое возможно, так сказать. В принципе, политики и дипломаты часто это делают. Вот. Не думаю, что он верит, что в ближайшем обозримом будущем Украина станет законопослушной и некоррумпированной страной. Вот. А вы как думаете, там, ближайшие 2, 3, 4, 5, 8 лет станет? Вот тот и этот. Ходили слухи, что в 2021 году, значит, произойдет, так сказать, к этому моменту оценка возможности вступления в НАТО Грузии и Украиной. Возможно, какие-то правила будут облегчены, там, так сказать, помягче согнут одну-другую, так сказать, проволочку, и можно будет этим двум странам пролезть в НАТО. Значит, понравилось бы, я думаю, НАТО и США, если бы премьером Украины, как предлагает один из президентов, президент Зеленский, а стал бы Саакашвили. Скорее всего, в первом туре никто не получит 51% голосов, так что будет второй, финальный. Ну, я так почти в этом уверен, да. Вот. И с двумя кандидатами, значит, Зеленский будет одним из них, у него на сегодняшний день 25 или 26% голосов, ни у кого нет даже близко такого. И если подтасовка не произошла во время оценки, вот, предварительно, или не произойдет во время самих выборов, то он останется с четвертью голосов. И кто-то, скорее всего, значит, либо Порошенко, либо, значит, Юлия Тимошенко, они станут, значит, его соперником на втором туре выборов. И тогда посмотрим, значит, достаточно людей хотят проголосовать за него и за Саакашвили, который, конечно же, будет проводить реформы, похожие на грузинские, что народу, наверное, понравится, но очень не понравится, значит, верхушке. А, значит, если Саакашвили вернется в Киев на белом коне, то это очень не понравится Путину. Ну, а что Путин делает, когда ему, ну, кто-то очень не нравится, да? Значит, посылает людей с радиоактивными веществами. Думаю, если Зеленский будет побеждать, Саакашвили надо будет, ну, скажем, на время скрыться на американскую, там, или израильскую землю. А, думаю, Биби ему не откажет. Значит, правда, не очень ясно удержится ли сам Биби на посту премьера, но США, Трамп, значит, делают все возможное, чтобы поддержать друга и союзника. Трамп и Биби, значит, как бы под одной атакой, левые и очень левые ненавидят одинаково, значит, и одинаково наступают на них, выдумывая все, что угодно, вытаскивая все, что угодно. Я уже рассказывал о том, что подсчитали, что за 4 срока, то есть, так сказать, сидения на этой должности, Биби Натаньяву получил на 200 тысяч долларов сигар и шампанского и не рапортовал эти деньги в качестве своего дохода. Не знаю, так сказать, я не знаток, что называется, израильского закона и прочее, но я как-то подозреваю, что это не совсем то, что он должен был рапортовать в качестве... Не знаю, не знаю. Вот. Обама и Хилари во всей, так сказать, в этой истории, я имею в виду с Украиной, играли не очень красивую роль. Я сейчас об этом немножко поговорю, только закончу о Биби. Сейчас Трамп, во-первых, послал туда нашего министра иностранных дел, госсекретаря, который выступал вместе на Натаньяву, показывая, так сказать, союз. Во-вторых, вчера Трамп заявил, что Америка признает Голланы как неделимую часть Израиля. Израиля Голланы – это, скажем, тот хребет, с которого, если он находится в руках арабов, очень удобно стрелять, вот, Третье Израиля, и прямо накрывать, так сказать, там, целый ряд поселений, которые я очень хорошо знаю, часто там бывал, потрясающей красоты, на озере Генесарецкое озеро, это называется по-русски, да и видите, это Кинер, это озеро Кинер, где, кстати, Иисус ходил по воде Акипосуху. Вот, значит, все эти городишки, все эти места, они легко простреливаются, много раз делали, сейчас с мощным Ираном и Хезбалой, которые сидят на территории Сирии, огромная опасность того, что, значит, все время треть Израиля будет под непрерывным огнем, поэтому, естественно, израильтяне не отдадут голландские высоты, но они все время назывались захваченные, так сказать, территории. Вот со вчерашнего дня они, с точки зрения Америки, не захваченные территории, а неделимая часть Израиля. Я думаю, что это тоже очень поможет Биби, как человек, который этого добился, так сказать, чего все президенты, как и перевести, посольство обещали, но не сделали, они точно так же обещали, но не сделали вот эту историю с голландами. Это небольшой кусок возвышенности, но она абсолютно, так сказать, командная. Тот, кто ей владеет, он может, так сказать, стрелять спокойно, без того, чтобы можно было до них достать хорошо по израильтянам. Вот, теперь, значит, Обама, Хиллари и силовики Украины. Для Обамы и его людей сотрудничество спецслужб с Украиной не было новым или необычным делом. Значит, законно избранный президент Янукович, ну, похоже, он, так сказать, вор, бандит, там, коррупционер, но находящийся на своем посту по изъявлению воли народа, то есть, с точки зрения иностранцев, он законный президент, решил не вступать в Евросоюз, а повернулся, так сказать, в другую сторону, прямо противоположную, и решил вступить в союз с Москвой. Немедленно госдеп США начал активную работу по его смещению. Значит, то есть, явное вмешательство в политику и жизнь другой страны, верно? Значит, Виктория Наланд, может быть, Нуланд, значит, помощник госсекретаря по европейским делам, стала летать в Киев как на работу, встречалась и поощряла оппозиционные группировки, и вела переговоры, подслушанные русской разведкой, кстати, опубликованные с тогдашним послом в Украине Джеффри Пайат. Значит, козлы даже защитить свои переговоры, они телефонные не умеют. А разговоры были не больше не меньше, как о выборе кандидатов в кабинет министров после Януковича. Это в то время, как Янукович совершенно нормально сидел, что называется, в Киеве, правил, был президентом. То есть, продумывалось свержение, путч. Наверное, это в обычной традиции политиков и дипломатов говорить об уважении к демократии, к выбору народа, но только к тому выбору, который этим политикам и дипломатам нравится. Обама и демократы были во главе. Это с ними новое майдановское, послемайдановское правительство работало. Американцы утвердили и поставили Яценюка премьер-министром. Это была идея вот этой самой женщины, о которой говорил Нолан. Сегодня уже ясно, что без вмешательства с США, возможно, не было бы Майдана. И, возможно, не было бы бегства Януковича в Москву. Сейчас неважно, это хорошо или плохо. Это я вообще не хорошо и плохо сейчас говорю. Я говорю о том, что Америка кричала о вмешательстве России в дела Америки, в то же самое время активно вмешивалась в дела другой страны. Между прочим, не Банановой республики. Там живет 50 миллионов человек. Вообще, я вам могу легко себе представить реакцию российского руководства на незаконное вмешательство страны, находящейся за 3-9 земель, в дела на их российско-украинской границе. В самом большом государстве из оторвавшихся от СССР и одного из главных предполагаемых партнеров, союзников России. Россия бандитское государство. Не поймите меня неправильно, я сейчас не об этом. Никто не может обвинить меня в симпатии к Путину и к его режиму. То, что они делают и у себя дома, и за границей, это преступления. Череда преступлений. Судить на всю жизнь, я не знаю, лишать жизнь, не знаю как. Но судить точно совершенно. Я просто хочу сказать, что демократы, обамовцы нагло врут, когда говорят, что они возмущены вмешательством других стран в наши внутренние дела. Они сами вмешивались в выборы. В Израиле доказано уже. В Италии, во Франции, в других странах. Не говоря уже о банановых республиках, там просто никто не считает. Значит, как они плачут из-за того, что что-то случилось с нами, к нам вмешались и прочее. А возможно, что вмешательство Путина было ответом на наше вмешательство в Украину. Я не знаю. А опять, не поймите меня неправильно. Путин ужасный режим привел в Россию. Они убийцы, они кровавые, они прочее. Ну вот, давайте разбираться в том, что и у нас тоже ручки не очень, слава богу, до того еще не дошли. Но ручки у нас тоже не совсем чистые, товарищ Обама. Значит, украинские, послемайдановские лидеры были обсуждены и одобрены, значит, обамовским госдепом. Этот же госдеп чуть позже, после выборов, значит, когда выбрали уже в Америке их врага, значит, Трампа в президенты, обратился к тем, кто поставил, значит, кого они поставили на жирные посты с просьбой поискать грязь на Трампа и Манафорта, что, значит, обязанные госдепу Хиллари и Обаме украинские чиновники радостно и сделали. Тем более, что были уверены, что она, Хиллари, и есть будущий президент Соединенных Штатов Америки. Но просчитались. Вот. Ну вот и все на сегодня. Значит, такой сумбур новостей. День, в который в Трамповской Америке, кстати, всегда больше новостей, чем можно даже переварить. Я вам даже третий не рассказал. Просто пытаюсь рассказывать то, что вам будет интересно. Есть какие-то вещи, которые происходят, которых тоже чумеешь совершенно. Что они делают с этой страной? Какую грязь они нас всех втоптывают? Как они смеют? Ну, по крайней мере, эти новости хорошие, да? Значит, ни Трамп, ни его окружение родину не предавали. Ну, и давайте по этому поводу будем радоваться. На этом все. До свидания.